Глава 5. Первое исследование В 8 утра Дмитрий Сергеевич с Виктором вошли в прививочную, где находился зараженный. Подопытный, увидя их, тут же схватился одной рукой за пруд, другую просунул между металлическими стержнями, вытянув ее в сторону ученых. Растопырив пальцы, он начал что-то гыкать и рычать. — Посмотрите, дядя Дима, прямо как обезьян в зоопарке, когда лакомство выпрашивает, — заметил Виктор. — А что, похож, только лакомство это мы с тобой, — серьезным тоном произнес профессор. — Кстати, его же надо чем-то кормить. Сегодня же во время связи с материком нужно заказать для них какой-нибудь еды, хоть собачьего корма. А сейчас бегай в столовую и принеси галет, у нас их много. — Материком здесь называли земли, что находились за поясами карантина. Виктор отправился за галетами. Профессор подошел к холодильнику и достал упаковку с сывороткой, заглянул в коробку. Одного флакона не хватало. Вернулся Громов. Профессор, убирая в холодильник, коробку спросил. — Вить, ты не помнишь, куда делся один флакончик с белерафонтом? Не могу найти. — Так вы его вчера в пистолет зарядили, — ответил Виктор. Дмитрий Сергеевич достал ветеринарный метатель шприцев из ящика, стоящего на столе, открыл затвор-приемник, капсула была там. Проверил наличие вставной смены иглы, все на месте. Он положил пневмопистолет рядом с ящиком, беспокоясь о содержимом стеклянной катанки. Не пришло ли оно в негодность без холода? — Вот сейчас и испытаем, пока монстр в клетке, — подумал доктор, а вслух сказал. — Витя, позови, пожалуйста, ребят. Я думаю, что их присутствие не будет лишним. — Хорошо, дядь Дим. Виктор отдал упаковку галет-профессору и удалился. Ученый пошел к испытательной ячейке, бешеный видя, что к нему приближается профессор, начал рычать громче. Он отпустил прутья и теперь тянул к доктору обе руки, при этом скалил зубы с троя гримасы. — Точно как обезьяна, — подумал Дмитрий Сергеевич, остановившись в полутора метрах от клетий. Он открыл упаковку, вытащил наполовину одну из галет, показал еду зомби. Тот на нее не обратил ни малейшего внимания, продолжая тянуться к человеку. — А если так? — тихо произнес Дроздов, кинув пачку на пол рядом с зомбаком и выйдя из прививочной. В это же время к постройке подошли спецназовцы с Громовым. — Что случилось? Почему вы здесь? — стревоженно спросил Виктор. Бойцы потянули за оружием. — Ребята, все нормально. Просто в присутствии человека эта тварь ничего не ест. Поэтому я ставил еду у клетки на полу, а сам вышел. Сейчас подождем немного, потом зайдем. Через минуту они вошли в бокс, галет на полу не было, как у упаковки. — Сожрал вместе с оберткой, — констатировал Виктор. — Да, в еде они неразборчивы, — подтвердил Дроздов. Доктор подошел к столу, подозвал старшего спецназовца и, указав на пневмопистолет, спросил. — Артем, умеете пользоваться этой штукой? — Да, — ответил боец. — Нас обучали обращаться со спецсредствами, с которыми работают в санитарных зонах. — Тогда выстрелите из него в шею инфицированного. — Прямо отсюда? — Да. — Можно подойти ближе, — попросил Артем. — Оружие хоть и пневматическое, мной не пристрелено, могу промахнуться. — Можно. Только на вытянутую руку плюс метр техника безопасности. Артем приблизился к испытательной ячейке, поднял пневмопистолет, прицелился и нажал на спуск. Послышался хлопок. Зомб дернулся, тут же схватившись за глотку. Постоял немного, поворачивая шею в разные стороны, потом медленно опустил руки. Из горла торчал небольшой шприц-контейнер, зомбак перестал гримасничать и начал озираться по сторонам. Потрогал прутья клетки, потом вытащил из горла шприц, стал разглядывать его. Профессор подошел к клетке вплотную, чем очень напугал подчиненных. Видя волнение коллег, он поднял руку, дав понять, что все под контролем. — Ты меня понимаешь? — задал он вопрос, бешеным опуская руку. Зомб кивнул. — Говорить можешь? Зомби посмотрел на доктора. Маленькие точки зрачков на светлой водянистой радужке, почти сливавшейся со склеры, уставились на ученого. Дмитрию Сергеевичу показалось, что глаза бешеного выражали смятение. Зомб опять потрогал свое горло, начал что-то мычать, тыкая пальцем себе в рот. Создавалось впечатление, что он сильно напуган. Вдруг его лицо стало терять подвижность. Еще мгновение, и оно как будто окаменело. При этом глаза продолжали двигаться. Подопытный распрямился, опустив руки, выронив шприц, и застыл, словно статуя. — Согни ногу в колени! Зомбак не двигался. — Согни левую ногу в колени! — громко сказал Дмитрий Сергеевич. Зомби подчинился. — Опусти! — Так, профессор повернулся к Виктору. — Блокиратор работает! Он неуверенно улыбнулся. — И, возможно, даже возвращает некоторые интеллектуальные способности. — Дядь Дим, это нормальная реакция? Почему он как статуя? — спросил Витя. — Пока не знаю, — спокойно ответил доктор. У животных было все по-другому, они не теряли подвижности. — Но то зверя, здесь человек, наличие разума может дать другой результат. Возможно, он сейчас все осознает. Что с ним происходит, и из-за этого у подопытного ступор, перемеживающийся с паникой. — Подними правую руку, — приказал зомбаку ученый. Бешеный беспрекословно подчинился. Еще сорок минут он выполнял всевозможные указания ученого, брал предложенные ему вещи и возвращал. Даже пил воду из стакана, чем несказанно обрадовал исследователей. — Посмотри, Витя, блокиратор работает, у подопытного сохранились базовые навыки, и он может выполнять наши поручения, даже различает, где право, а где лево, — возбужденно говорил Дмитрий Сергеевич. — Это же прорыв. Значит, они могут подчиняться, не выражая к нам агрессии, причем на высоком интеллектуальном уровне. — Их, наверное, можно использовать как дешевую рабочую силу, — пошутил Витя. — Ну, ты прямо буквально понимаешь понятие о зомби, — улыбнулся доктор, глянув на большие круглые часы, висящие на стене. — Прошло уже 50 минут. Отходим от клетки и ждем прекращения действия препарата. Через 20 минут зараженный начал выражать недовольство находившимся в боксе, рыкая на них. Через 5 стал снова просовывать руки между прутьев и тянуть их к людям. — Время действия препарата примерно час 10 минут. Ну что, я думаю, у нас хватит этого времени, чтобы вывести его из клетки и провести полную томографию организма зараженного. — У меня предложение сделать это сегодня же. Вы в деле? Все согласно кивнули. — Дмитрий Сергеевич. — обратился к нему Артем. — Только соблюдая меры предосторожности даже под действием препарата, зараженного мы будем выводить из клетки с петлями на шее. — Согласен. Еще сразу снарядим дополнительную дозу и возьмем еще одну с собой. Применять боевое оружие только в крайнем случае. Сколько сейчас времени? Доктор снова посмотрел на часы, висящие на стене. — Так, без 20.12. Давайте пообедайте и приступим в час дня. — Хорошо. Дядя Дима, вы что же, без обеда? — поинтересовался Виктор. Профессор кивнул. — Аппетита нет. Дроздово захватили первичные результаты эксперимента, а терять время на еду доктор не хотел. Нужно было срочно все данные внести в журналы и компьютер. После обеда эксперимент продолжился. Испытатели облачились в противочумные костюмы, надели маски, специальные очки и хирургические перчатки. По новому регламенту, при контактной работе с зараженным требовалось по возможности максимально себя защитить средствами индивидуальной защиты. Все заняли свои места в боксе. Двое спецназовцев встали по бокам ячейки с палками-петлями, а Артем напротив с пневмопистолетом. Дмитрий Сергеевич с Виктором возле стола, рядом с открытой входной дверью, расположился еще один боец с автоматом. В его обязанности входило в случае нападения подопытного на людей и выхода из-под контроля ситуации, расстрелять всех на поражение, после чего закрыть и опечатать бокс. Доктор дал команду. — Стреляй! Раздался хлопок, бешеный дернулся, подождали действия препарата. — Артем, открой дверцу! — попросил профессор. Командир Ловцов осторожно, держа боевой пистолет на готове, открыл калитку и отошел в сторону. — Выходи! — скомандовал профессор. Зомби спрекословно починился. — Ребята, накидывайте петли. Мы с Виктором пойдем в шестой модуль, а вы поведете его за нами. — Только давайте порасторопнее, дорогая каждая минута. Бойцы быстро накинули петли на шею зараженного, затянув их, не напрягаясь, вывели его из прививочной, следуя за учеными, идущими к МРТ кабинету, расположенному в светло-синем модуле, где спокойно завели бешеного внутрь. Выполняя команды профессора, инфицированный сам лег на стол. Его крепко привязали, рядом стал Артем, держа на готове метатель шприцев. Включили томограф, задвинув испытуемого под сканер. Перед монитором сел доктор. — Это поразительно! Витя, посмотри! — воскликнул пораженный ученый. — Невероятно! В его мозге какое-то уплотнение. Что это? От уплотнения идет отросток в позвоночник, какие-то окончания, выходящие из позвоночника в тело. Их много, и они, похоже, привязаны к внутренним органам. Дмитрий Сергеевич посмотрел на показания в углу экрана. — Обрати внимание, он дышит, но не так, как мы. Можно пока предположить, что легкие постоянно работают на вдох, только чуть-чуть сокращаясь. Куда же девается избыточный воздух? — Из сердца. Оно бьется. Очень медленно, но сокращается. Доктор оторвался от монитора. — Артем, проткни чем-нибудь грудь подопытного. Спецназовец вытащил нож и ткнул им в грудь зомбака. — Смотри, Витя! Дмитрий Сергеевич указал на монитор. Нож тут же обволакивает какая-то субстанция, выходящая из кровеносных сосудов, и как бы затвердевает. Не дает повредиться органам, отодвигая их и изолируя народный предмет. — Артем, вытащи нож. — Смотри, сгусток подошел вплотную к кожному покрову и затыкает его. Рана стягивается поразительно. Нужно попытаться взять на анализ то, что у него вместо крови. — Как нам это сделать? — Традиционными способами может не получиться, — ответил Виктор, не отрывая взгляда от экрана. — У меня на ноже немного есть, — сказал Артем, показав тесак. — Витя, возьми нож и пули в лабораторию. Сделай экспресс-анализ. Я пока здесь закончу. Через час ученые сидели в ординаторской, обсуждая результаты МРТ. — Что показал анализ? — спросил Дмитрий Сергеевич, заполняя плановый листок. — Состав очень интересный. Большое содержание меди в эритроцитах, — ответил Виктор. — Возможно, вместо гемоглобина у зараженных содержится гемоцианин? Доктор оторвался от писанины. — Как такое может быть? Ведь гемоцианин встречается только в крови моллюсков, членистоногих, и онихофор, являясь для них аналогом гемоглобина, то есть переносит кислород и значит... — Значит, кислород окисляет не железо, а медь, — закончил мысль Витя. — Но почему тогда кровь не голубого, а желто-зеленого цвета? Дядь Дима, вы же знаете, что эритроциты на самом деле желто-зеленые, и лишь в совокупности образуют красный цвет в связи с наличием в них гемоглобина, содержащего железо. Возможно, содержание железа в гемоцианине незначительно, поэтому у подопытного вместо красной крови желто-зеленая субстанция. Выходят они действительно химеры, соединяющие в себе несколько видов животного мира, диаметрально отличающихся средой обитания, ведь классическая древнегреческая мифология химеру трактует как чудовище, с головой и шеей льва, туловищем козы и хвостом в виде змеи, а к более поздним химерам добавили еще крылья. Вот вам и разные виды в одном теле. Доктор посмотрел на Виктора и строго произнес. — Не отвлекайся. Что там еще? — Также много тромбоцитов и лейкоцитов, но это анализ ножа, то есть поврежденного места. Наверное, на ранее образуется просто огромное количество этих клеток. Эти клетки нужно изучить отдельно, может, они отличаются от наших, а еще бы сделать ПЦР-диагностику и анализ ДНК. — Хорошо, что у нас все здесь есть. Давай теперь рассмотрим снимки. Профессор развесил на светящемся экране покадровку. Обрати внимание, по распечаткам видно, что его организм претерпел изменения, и хоть похож внешне на человеческий, все равно имеет отличия. Вот череп, здесь видно поражение центра головного мозга, как раз там, где находится гипоталамус, между двух полушарий сгусток красного цвета. Не удивляйся, я выбрал специально такую гамму. Все чужеродное обозначается красным, а где нет изменений синим цветом. — Так вот, подвигаем другой снимок первому. Видишь, от сгустка в голове идет такой же красный отросток и уходит спиной мозг. Теперь еще кадр. Доктор подвинул снимок. — Видишь, из позвоночника выходят толстые отростки и разветвляются, как корни у дерева. Потом задумчиво добавил. Или даже больше похоже на грибницу. — Но подобие метастазов, — заметил Виктор. — Да, чем-то схожи. Может, это новая форма рака? А ведь известно, что раковые клетки бессмертны, и, скорее всего, тромбоциты и эритроциты тоже изменены. Но все равно не понимаю, как вообще такое может существовать. Вопросов больше, чем ответов. План исследований я на завтра набросаю. У нас осталось шесть флакончиков препарата. Из них надо будет сегодня сделать один с добавлением солей. Думаю, что это продлит действие блокиратора. Давай прямо сейчас этим и займемся. Завтра хочу испытать новый состав. — Эх, — вздохнул доктор. — Рука не хватает. Помощников бы сюда и хотя бы еще двух-трех зараженных. Ну что, идем? — Идемте. Они прошли в прививочную, чтобы взять образец блокиратора. Бешеный их встретил буйными приветствиями, сотрясая клетку. — Несмотря на тяжелые основания испытательных ячеек, я попрошу прикрепить их днище к полу. Заметил профессор, доставая из холодильника флакончик билерафонта. — Пожрать бы ему дать, — сказал Виктор, опасливо поглядывая на буянившего зомби. — У них нет чувства сытости, так что корми его, не корми. А жрать хотеть он будет постоянно. И они вышли из бокса, направившись в третью лабораторию. Лаборатория была заставлена медицинскими шкафами, наполненными под завязку стеклянными, химическими сосудами разных размеров и форм, с яркими расцветками этикеток, на которых были написаны непонятные несведущему человеку формулы. У стены громоздилась центрифуга старой модели, рядом небольшой холодильник на тумбочке. Профессор подошел к центрифуге, достал пузырек с блокиратором из нагрудного кармана лабораторного халата и на секунду задумался, потом жал бутылек в руке, аккуратно открыв его. Положил колпачок на крышку аппарата, обратившись к Громову. — Витя, подай мне, пожалуйста, соль мора, вон на той полке в третьем шкафу слева от входа. Видишь пробирку с голубой этикеткой? Давай. Теперь открой ее и высыпь мне в руку штук семь-восемь кристалликов. — Вот так на глаз? — удивился Виктор. — Да, здесь суперточности без надобности. Мы имеем дело пока неизвестно с чем, поэтому вычислять точность дозировки нет смысла. У нас есть своя классификация. Доза, водимая нашему зомби, две с половиной собаки. — Это как? — Одна доза на одну собаку весом в двадцать пять килограмм, вот и посчитай. — Понятно. Кивнул Виктор, осторожно вытряхивая частицы препарата на раскрытую ладонь профессора. Дроздов бережно всыпал в бутылек несколько бирюзовых непрозрачных кристалликов. — Витя, подай еще мне серно-кислую медь, — попросил доктор. — Она улучшит связи между нервными окончаниями. — Железо с медью? — удивился Виктор, открывая пробирку с ярко-синим порошком. — Это же препараты, взаимоисключающие друг друга, — констатировал он, передавая реагент профессору. — Я в курсе, — ответил доктор, высыпая небольшое количество медного купороса в пузырек и возвращая пробирку. — Нам бы еще одного подопытного, не принимавшего наш препарат для чистоты эксперимента. На нем бы новый состав и опробовали. По моим расчетам, действие должно увеличиться до двух часов. Профессор закрыл бутылек, поместил его в центрифугу, закрепив на барабане, выставил время и включил установку. Барабан завертелся одновременно, прокручивая флакончик по вертикали, перемешивая внутренний состав до состояния отдельных молекул. — Из чего же состоит блокиратор? — поинтересовался Виктор. Основа у него — дистиллированная вода с примесью никотина в количестве 100 мг на 10 г. Для нас эта доза смертельна, а для зараженных — в самый раз. Никотин улучшает сасывание, расширяя сосуды. Он нужен для резкого вброса того, что есть в препарате. Также с ним в паре работает ацетилхолин, нейромедиатор, осуществляющий нервно-мышечную передачу. Вот он и отвечает за контроль поведения, также там содержится атропин. Этот состав, который крутится в центрифуге, мы ведем завтра. Нужно время для стабилизации раствора, ведь мы смешали два взаимоисключающих компонента. Я до этого пытался их соединить, но все приходило в негодность. Состав разлагался на осадок и серо-желтую жидкость. Сейчас я изменил соотношение, меди положил больше. Центрифуга выключилась. Дмитрий Сергеевич достал склянку и, подписав ее, поместил в холодильную камеру, стоящую рядом. В дверь постучали. «Войдите», — сказал профессор. На пороге стоял командир ловцов. «Только что звонили из штаба», — доложил он. «Вам не смогли дозвониться, и поэтому перезвонили мне. Завтра утром прилетают остальные». «Хорошо. Артем, проверь с ребятами жилые модули. Я уже осматривал, все вроде в порядке. Но проверьте еще раз, может, чего не хватает». «Разрешите выполнять?» «Идите». Артем вышел. Дроздов посмотрел на Виктора. «Что с твоей связью?» — спросил он. Громов вытащил телефон, который теперь носил с собой в специальном чехле, закрепленном на поясе. Так оказалось, устройство разрядилось. «Дядь Дим, я забыл проверить заряд. Телефон разряжен. А где ваш?» «Мой как раз на зарядке в жилой комнате. Можно с вашего позвонить?» «Конечно. Пока я буду записывать журнал о проделанной работе, можешь пойти покурить и позвонить». «Хорошо, спасибо», — ответил Виктор. Он сбегал за телефоном, поставив свой заряжаться и вышел во двор цеха. Закурил и попробовал связаться с шелтером. Получилось. «Алло, привет!» — радостно поприветствовал Виктор. «Наконец-то я до вас дозвонился!» «Здравствуйте, Виктор Валерьевич. Почему номер другой?» «Кто со мной говорит?» «Иван». «Привет, Иван. Мой номер на зарядке, я с другого звоню. Как у вас дела?» «У нас все нормально. Вам тоже от всех привет. Как там у вас? Продвигаются опыты?» «Все отлично. Мы сегодня, не дожидаясь прибытия остального персонала, начали исследование над инфицированным, которого вчера поймали наши ловцы. Те самые спецназовцы, которых вы видели у вертолета. Руководитель проекта пока занят, и у меня появилось несколько свободных минут. Есть надежда на то, что, может быть, мы найдем лекарство от этой эпидемии. У нас сейчас в наличии препарат на приостановку агрессии инфицированных, блокиратор. Правда, действует он непродолжительное время, чуть больше часа. Мы только что синтезировали новый состав. Предположительно, он увеличит время в два раза. Завтра прибудет еще группа ученых, дела пойдут быстрее. Работы предстоит много. У вас какие планы? «Мы завтра поедем в Рейд на аэродром. Хотим там кое-что из экипировки поискать». «Кроме телефона, рацию дальней связи с собой возьмите». «Хорошо. Вы сейчас где находитесь?» На ремонтной механической базе сталилитейного завода. «Тут, оказывается, давно осуществует целый исследовательский центр. С какой целью интересуешься?» «Мы как раз по трассе, которая мимо завода проходит, собираемся ехать. А к нам ближе могли бы заехать». Виктор, глубоко затянувшись сигаретным дымом, услышав о решении ребят, аж закашлялся. «Ни в коем случае!» Ответил Громов, подавив приступ кашля. «Не приближайтесь к заводу даже на километр». «Почему?» «ТЭЦ, которая находится рядом, охраняется спецотрядом. В их обязанности входит никого не подпускать близко к объекту. По вам откроют огонь». «Понятно». Стрелок что-то сказал пацанам, прикрыв ладонью микрофон. «Двинем в объезд». Произнес Иван в трубку. «Ладно, ребята, мне пора идти». Виктор затушил окурок о крае урны и выбросил в нее бычок. «До связи». «До связи». Ученый вернулся в цех. Увидев, что в ординаторской приоткрыта дверь и горит свет, он пошел туда. Дмитрий Сергеевич уже сидел там за столом и расписывал план журнале на завтрашний день. Все недавние исследования лежали аккуратной стопкой возле него. «Витя», – оторвался от записи доктор. «Завтра прибудут еще люди, мы их разместим в жилых блоках. Есть еще один, но он для особых случаев. Вообще, его раньше использовали для встреч важных персон. Вдруг нагрянет кто с проверкой или высшее руководство. Я думаю, нам это в данной ситуации не грозит. Так что, если не хватит мест, то мы можем там разместить остальных. Я его не осматривал, так как проживание в том модуле не планировалось. Но прибывающих оказалось больше, так что придется его тоже задействовать». «Дядь Дим», – сказал Виктор, присаживаясь напротив. «Может, нам сначала самим осмотреть, что там за жилой модуль, если что, туда переехать». «Хитрец ты, Витя!» – доктор закрыл журнал. «Я поддерживаю. Ну что, пойдем?» Они вышли из ординаторской и отправились к боксу, выбеленному в салатовый цвет, как и все остальные жилые блоки. Внутри оказалось даже круче, чем они себе представляли. Модуль был поделен отряд сека, один спальный с двумя отличными кроватями, второй типа кабинета со столом в углу, на котором стоял компьютер, а третий – санитарная комната с туалетом и умывальником. «Вот это да!» – сказал восхищенно Виктор, разглядывая сортир. «Даже унитаз отдельный. Дядь Дим, у меня вопрос». «Задавай». «В нашем жилом блоке на кроватях свежие чистые постельные принадлежности, и в боксах, где мы были, тоже чисто, как будто вчера убирали. Тут что, невидимые уборщики или какая-то секретная технология?» «Нет, здесь, Витя, ни уборщиков, ни технологий. Пока центр находился на консервации, здесь за порядком следила специальная бригада, они поддерживали внутренний порядок, и когда получили команду о расконсервации, тут же сюда завезли все необходимое для работы и проживания будущего персонала. Они же меня и встречали, когда я сюда прибыл». «Теперь понятно, но нам ведь тоже нужны уборщики», – чуть ли не воскликнул Виктор. «Нужны, бытовыми проблемами заниматься будет некогда. Да и с питанием решать надо. При связи с материком поднимайте вопросы. Мне этот жилой модуль нравится, все отдельно, не то, что у нас». «Да», – саркастично улыбнувшись, ответил Дмитрий Сергеевич. «У нас все удобства, как говорится, во дворе». «Или точнее, в углу цеха общая душевая с туалетом», – поправил Виктор. «Ну что?» – он хлопнул ладоши. «Будем заезжать?» «Как-то некрасиво перед коллективом получится, если сюда вселимся». «Некрасиво», – согласился Виктор, почесав подбородок. «Так с группой же женщины прилетают», – воскликнул он. «Давайте их сюда поселим». «Хорошая идея. Сколько их будет?» Когда я еще был в карантинном совете, троих утвердили. «Хорошо, я сейчас отдам распоряжение, чтобы ребята дополнительную кровать сюда поставили». «Ну что, Виктор, пойдем посмотрим, что в других жилых боксах творится. Может, ребята что-то упустили». «Пойдемте». Они вышли из постройки и двинули к другому салатовому модулю гораздо большего размера. Глава шестая. Вылазка в аэропорт. Утро выдалось пасмурным и прохладным. По небу плыли темные тяжелые тучи, подгоняемые порывистым холодным ветром. Ребята, взяв рейд новичков по настоянию Ильи и получив оружие из оружейки, пошли к внутренней стоянке, организованной возле въезда в шелтер. «Грузимся», – скомандовал Старлей. Рейдеры, ежась от утренней прохлады, молча забрались в пятиместный грузовичок «Газель-фермер» и «Вуаз-хантер». «Открывай», – громко сказал Илья, высунувшись из окна «Хантера», сидящему за рулем длинномера караульному. Грузовик, взрывев мотором, отъехал в сторону. Небольшая колонна, урча движками, вырулила из шелтера. Автомобили повернули на юго-восток, устремившись через поле в сторону Сталилитейного завода. Совсем скоро машины выехали на объездную трассу. Не доезжая пару километров до заводского забора ремонтно-механической базы, они свернулись с трассы и по грунтовке поехали в объезд комбината. Добравшись до скоростного шоссе, машины помчались к аэродрому. Впереди показалась вышка контрольно-диспетчерского пункта, чуть позже двухэтажное здание аэровокзала. Аэропорт приближался. Уже стали видны разбитые окна и брошенные в беспорядки машины. Колонна заехала на большую стоянку. Лавируя между покинутых автомашин, остановилась возле входа в терминал. Выждав пару минут, ребята вышли из транспорта и осмотрелись. Везде валялись обглоданные кости и скелеты с разломанными черепами, одетые в разодранную одежду. Ветер со свистом пролетал через разбитые окна и двери, издавая жуткий вой. Начал накрапывать мелкий дождь. «Илюха?» – спросил у старлей Иван, осторожно оглядываясь по сторонам. «Нахрена мы сюда новичков взяли?» «Здесь должно быть спокойно», – ответил Илья. «Сколько времени прошло с начала карантина?» «Почти два месяца. Точнее, два месяца и один день», – поправил Ромеро. «Вот», – многозначительно протянул старлей. «Значит, здесь, скорее всего, уже никого из бешеных нет. Постройка нежилая, вдалеке от Сосновогорска, небольшая по городским меркам с просторными помещениями. Нам будет проще работать, жрать зомбам тут давно нечего. Что здесь до заражения было? Буфет, кафе – и все». Ушли бешеные, разбрелись по местности в поисках пищи. А новичкам надо побыть вне лагеря, чтобы психологически не чувствовать себя уязвимыми за пределами базы. «Согласен», – кивнул Иван. «Но мы совсем не знаем, что здесь происходило, ведь сюда в начале заражения бросилось много людей, пытающихся спастись. Замес был конкретный. Посмотри, сколько скелетов и костей, все стекла выбиты, двери настежь. Вдруг кто из зараженных в служебных помещениях остался?» «Парой бешеных, мы справимся», – ответил Илья. «Ладно, хватит трепаться. Быстрее обследуем, быстрее вернемся. Строится!» – громко скомандовал он. Рейдеры выстроились в линию перед офицером, десять человек одетых в соответствующую экипировку. В сварочных штанах, рабочих ботинках, кожаных куртках, на головах у кого повязки, у кого банданы красного цвета, и сдвинутые на лбы горнолыжные очки с прозрачными стеклами. На ногах у рейдеров наколенники, найденные в ботаническом магазине, аксессуар для огородников пропалывающих грядки, на предплечьях пристегнуты горнолыжные щитки, защита от укусов бешеных, взятые в прошлых вылазках из портмаркетов, и, конечно же, на левых рукавах шевроны со знаком биологической опасности и словом «химера». Среди рейдеров затесалась девушка 19 лет от роду, прямо-таки навязавшись группу. «Полностью одетая в кожу в красной бандане с нарисованными на ней белыми черепами, с черными тенями вокруг глаз и черной губной помадой». Девчуля была приверженкой субкультуры готов и по совместительству студенткой колледжа, того самого, где учились ребята. «Бойцы», — начал речь Старлей, — «среди нас есть необстрелянные, но прошедшие базовую подготовку. Сегодня пришло время использовать те навыки, которые они получили. Новички, шаг вперед!» Четверо вышли из строя. Перед Ильей стояли люди разного возраста. Первый слева — тощий долговязый очкарик 25 лет, фрезеровщик как раз той самой ремонтно-механической базы, где находился исследовательский центр. От волнения он крепко сжимал ремень автомата, висящего у него на плече, да так, что даже костяшки пальцев на руке побелели. Второй — крепкий 30-летний малый, физрук средней школы, внешне спокойный, хотя от страха внутри у него трясли все поджилки. Третий с седыми подпаленными на висках — 50-летний бухгалтер, с виду пофигист, но в своих мечтах супергерой мачо. Тоже старался держаться молодцом. Четвертая была та самая девушка, ее тоже переполняли чувства, страх, смешанный с отвагой. От волнения девушка сживала жвачку, и когда в ее душе превалировал страх, она надувала пузырь. Это помогало снизить градус тревожности. Все они прошли обучение по владению АК и ПМ. Тренировались на самодельном полигоне, построенном по рекомендациям Старлея под его чутким руководством, по продвижению, ведению огня в закрытых помещениях, поддержкой огнем другой группы и отходу с позиций к транспорту. «Новички, поступайте в мое распоряжение», — произнес Старлей. «Задача такая. Нам с вами нужно осмотреть внутренние помещения аэровокзала. Вторая группа обследует ангары и учебные строения ДОСАВ. Все понятно?» «Да», — ответили рейдеры. Девушка вместо ответа надула большой пузырь, который с тихим хлопком лопнул. Илья строго посмотрел на нее, но замечания делать не стал. «Первая группа за мной!» — скомандовал старший лейтенант и быстрым шагом пошел в здание аэропорта. Новички за ним. Вторая группа, состоящая из Ромера, Марадона и Стрелка. Никита, Ника и Виктор и Лиса двинулись в восточном направлении, где располагались постройки учебного летного центра ДОСАВ. Ребята дошли до сетчатого забора, идущего вокруг двухэтажного здания. Продвинулись вдоль него до открытых ворот, там остановившись. Стрелок знаком показал Нику, чтобы тот перешел на противоположную сторону ворот и встал напротив него. Марадона с Ромера и Лисом друг за другом проникли на загороженную территорию. Отойдя от въезда с десяток метров, они остановились, направив стволы на окна здания. Следом за ними вошли на территорию Ник со Стрелком. Они обогнули тройку рейдеров, направившись к дверям центра. Поднялись на крыльцо, встав по бокам входа. Ник дернул дверь на себя. Она оказалась открыта. Никита распахнул дверь, и тройка перебежкой заскочила внутрь строения. Следом проскользнули Иван с Никитой. Ник прикрыл входную дверь. Все остановились в затемненном длинном коридоре напротив широкого лестничного марша, делящего здание на два крыла, с огромным окном на межэтажной площадке, от которой в стороны шли две ступенчатые лестницы, ведущие на второй этаж. Позади рейдеров от порыва ветра скрипнуло приоткрывшись и с тихим хлопком закрывшись входная дверь. Ребята от неожиданности на рефлексе вскинули автомат и ища потенциальной цели. «Вроде чисто», – тихо сказал Марадон, опуская АК. «Вроде да», – ответил стрелок, наклонив ствол. «Куда двинем?» «Я предлагаю в правое крыло», – Ромеро показал стволом направление. «Там класс должен быть, где парашютисты обучались. Мне Жанна, у которой здесь друг занимался прыжками, перед рейдом сказала, «Может, там чего полезного найдем? Может, шлемы?» «Пошли!» Стрелок поднял автомат и держа под прицелом обзор, двинулся по пролету. Остальные, взяв оружие на изготовку, пошли за ним. Как бы рейдеры не старались ступать тихо, шаги все равно отдавались в широком коридоре. Да еще входная дверь поскрипывала, издавая негромкие хлопающие звуки, но закрывать ее было нельзя. В случае опасности при подаче сигнала о помощи, вторая группа могла беспрепятственно прийти на выручку. В здании также слышался неясный шорох с короткими стуками, что вызывало у ребят недоумение. Если это зомби, то от них обычно много шума. Может, выжившие? Обессилевшие, но живые, из последних сил пытающиеся подать знак. При движении по пролету звуки усиливались, значит, источник шума где-то рядом. Возле каждой двери рейдеры останавливались, прислушиваясь, но за дверями было тихо. Остановились возле пятой. За ней явно что-то происходило. Ник прильнул ухом к щелке между косяком и дверью. Из класса слышались те самые приглушенные стуки шуршанием. «Че там?» – шепотом спросил Марадона. «Вроде и кто-то есть», – негромко ответил Ник, выпрямляясь и разглядывая косяк. «Дверь открывается внутрь. Можно пинком открыть, если, конечно, не закрыто на замок». «Пробуем», – тихо произнес стрелок. Ребята перегруппировались. Марадона с Ромеро встали слева от двери, стрелок справа. Лис отошел на три метра вглубь коридора. А Ник встал напротив двери. Стрелок кивнул. Никито с ногой открыл дверь, вскинув автомат. «Отбой», – сказал он, опустив ствол. «Окно открыто, ветер бумаги по полу гоняет». Пацаны зашли в помещение. Обычный класс с доской и партами. На полу валялись карандаши, шуршающие от ветра бумажные листки. Оконная рама, зафиксированная специальным кронштейном, постукивала от порывов ветра по оконному откосу. Ромеро подошел к окну, выглянул из него и, не увидя ничего интересного, закрыл раму. Не найдя хоть чего-то стоящего, ребята вышли в коридор, обследовали другие классы. Благо, они все оказались открыты. Но там их тоже ничего не заинтересовало. И рейдеры вернулись к лестничному маршу, поднялись на второй этаж, обследовали там все. Тоже голяк. «Больше тебе ничего Жанна не рассказывала?» – спросил стрелок у Володи, когда они спускались. Сказала, что есть шкафчики, где спортсмены хранили экипировку. «Че ты раньше молчал?» – с досадой в голосе сказал Марадона. «Так их здесь все равно нет», – ответил Ромеро. «Может, в раздевалке есть?» – предположил Ник. «Или как у них называется, где они к прыжкам готовились?» «Да хрен их знает», – ответил Марадона. «И где эта раздевалка?» Они вышли на крыльцо, осмотрелись. «Я думаю, раздевалка в ангаре», – сказал Ромеро, глядя в сторону больших гаражей для самолетов малой авиации. Там, вероятнее всего, готовились парашютисты. Погнали туда. Иван уже собрался сорваться с места, но его остановил Ник. «Стой, стрелок! Давай здесь все до конца осмотрим. Мы еще в левом крыле первого этажа не были». Приступили к обследованию левой половины. В одной из комнат они нашли уложенные парашюты, сваленные кучей в углу. На каждом ранце висела картонная бирка с надписью «На проверку». Больше ничего, кроме столов, стульев и ученической доски там не было. «Двигаем в ангары», – предложил стрелок. Рейдеры выскочили на улицу и перебежками добрались до первого гаража. Не останавливаясь, забежали туда, через открытые ворота. Внутри стоял кукурузник без пропеллера, а по углам валялись самолетные запчасти. «Ремонтный ангар», – сделал вывод Лис. «Здесь ловить нечего. Погнали дальше». Второй ангар тоже был открыт, причем с двух сторон. Через открытые ворота виднелся самолет «Ан-2», немного не доехавший до взлетной полосы. Кукурузник стоял с открытой дверью, развернувшись бортом к ангару. Ромеро заметил валяющийся недалеко летный планшет и разорванный ботинок. «Ребята», – сказал он, указывая на находку. «Похоже, что на пилота напали». «Почему на пилота?» – спросил Ник. «Планшет? Пассажирам он не нужен». Пацаны подошли к находке, присели на корточки. Кожаный планшет был весь покоцан явно нечеловеческими зубами. От брошенного ботинка к самолету тянулись неясные бурые пятна, едва различимые на траве. На пилота напали, когда он из ангара выбегал. Сделал вывод Ромеро, разглядывая следы. Эти бурые пятна – ничто иное, как следы от босой ноги. «С чего ты так решил?» – поинтересовался Ник. «Эти пятна меньше всего похожи на человеческий след». «Судя по всему, люди пытались улететь в начале заражения. Сколько времени прошло, естественно, кровь от дождей и ветра частично смылась», – пояснил Ромеро. «Поэтому и не похожи». Он поднялся и, скинув автомат, двинулся в сторону кукурузника. Остальные за ним. Забрали самолет. В нем они увидели валявшиеся по салону обглоданные кости и разломанные черепа, а также разорванную одежду с разодранной обувью. Весь салон был забрызган и измазан бурым цветом высохшей крови. «Ромеро прав», – тихо сказал Ник, заглядывая в кабину, тоже заляпанную кровью. «Люди ждали пилота, когда летчик выходил из ангара, на него напали зараженные звери. Он побежал к самолету, звери за ним. Люди открыли дверь в надежде отбить его от бешеных животных. «Но не получилось», – произнес Марадона, осматривая салон. Пилот смог залезть и завести машину, даже попытался вырулить на взлет. «Но зараженные животные все равно врывались внутрь», – констатировал Ник. «На хрена он вообще возвращался в ангар?» – спросил Стрелок. «Кто его знает?» – ответил Ромеро. «Кто знает?» Ребята выбрались из самолета, дождь стал капать чаще, переходя в моросящую сыпь. «Туда дальше?» – спросил Лис. «Погнали в здание аэропорта, поможем в поисках первой группе», – предложил Ромеро. Они побежали к аэровокзалу. Слева от них находилась крытая площадка, где хранилось всякое аэропортовское имущество. Вдруг Ромеро, бегущий позади всех, остановился. «Пацаны, а это что там под навесом?» – громко сказал он, указывая в сторону большой веранды, покрытой шифером. «Похоже на то, что мы ищем!» Ребята остановились и посмотрели туда, куда указывал Ромеро. На веранде, кроме всякого аэродромовского скарба, стояли в два ряда друг напротив друга облезшие шкафчики зеленого цвета. Такие есть на промышленных предприятиях в раздевалках. «За мной!» – скомандовал Марадон и побежал к веранде. Остальные за ним. Заскочили под навес, по шиферу барабанили мелкие капли, стекая по волнистой поверхности крыши небольшими ручейками. Ребята осмотрелись. Чего тут только не было. Старые покрышки от шасси, ржавые буксирные тросы, деревянные ящики с какими-то железками непонятного для рейдеров назначения. Порывы ветра поутихли и стало немного теплее. Ребята осмотрели шкафчики. Шкафы имели по две дверцы и были закрыты на небольшие блестящие навесные замки китайского производства, на дверях таблички с именами владельцев. Стрелок нашел в куче железя кусок арматуры и, вставив его в дужку запорного механизма, силой нажал вниз. Тот без проблем открылся. Шарвый, констатировал Иван, разглядывая снятый замок. Такие на раз-два любым рычагом открываются. Стрелок открыл дверцу. Внутри оказалось то, что искали рейдеры. И не только. На верхних полках лежали два потертых кожаных шлема времен СССР. Фонарик. Какой-то прибор с круглыми окошками и торчащими из него шнурами. Внизу стропы, смотанные в рулон. Даже были ношеные берцы. В другом шкафу рейдеры нашли обшарпанную летную кожаную куртку, шлем и сигнальный пистолет, лежащий на деревянном ящике с выдвижной крышкой. В ящике оказались сигнальные ракеты. Там же нашли фальшфейеры. Что это за прибор? Поинтересовался лис, вытягивая со следующего шкафчика серую коробочку. Цифры на диске. Секунды. ППК-9. Что это за хрень? Фиг его знает. Ответил стрелок. Они нам не понадобятся. Лучше посмотри, что в соседнем. Ничего себе, барахла. Почесал затылок лис, открыв очередной шкафчик. Внутри лежали мотки веревок, карабины, какие-то ремни и еще всякие мелочи в виде скоп и крючков. Для чего это? Удивился Виктор. Подошел Ник, заглянул внутрь. Это альпинистское снаряжение. Мрадона, стрелок, берем? Громко спросил он. Берем, ответили пацаны. «Чего шкафы на улице стоят?» Просил лис, вытаскивая альпинистские приспособления. «Лето, наверное, поэтому все сюда вынесли. Кожа после потных паршютистов имеет специфический запах», – ответил ему Ромеро. «Прямо со шкафами?» «А че, досафовцы парни здоровые?» – хохотнул Мрадона. «Смотрите, следы от зубов!» – стрелок указал на погрызенный угол шкафчика. Мрадона присел рядом на корточке и изучил царапины. «Следы от зубов!» – похоже на собачьи. «Сделал вывод он!» «Открыть не смогли!» – усмехнулся лис. «Запах кожи, походу, их привлек!» Ромеро покрутил головой. «Может, они где-то рядом?» – стревожно спросил он. «Были бы рядом, уже бы прибежали!» – сказал Мрадона, поднимаясь с кортов. «Ну че, подгоняем грузовик и грузимся?» Первая группа продвигалась по вестибюлю первого этажа, держа оружие на готове. Пришли в кафе. Ожидаемо там ничего интересующего не оказалось. Даже в холодильнике стояли опустошенные с открытыми дверями. Старлей остановился, подняв руку, сжатую в кулак. Все встали, прислушиваясь. Но только ветер гулял по залу, врываясь у разбитые окна. Илья разжал кулак и помахал рукой, делая вращательные движения, что означало, чтобы все оставались на месте, а он пойдет вперед один. Старлей прошел до пропускного поста, проскочил металлоискатель и вышел на взлетную полосу, начал моросить дождь. Краем глаза он увидел стоящий кукурузник, застывший недалеко от взлетки и бегущих от него рейдеров второй группы. Впереди, в конце взлетной полосы, Илья разглядел большую груду. Офицер поднес глазам бинокль. Грудой оказался пассажирский обгоревший самолет, лежащий в конце полосы. Старлей постоял еще немного, изучая обстановку, и вернулся. Рейдеры его терпеливо ждали, не сдвинувшись с места ни на шаг. Он жестом показал на второй этаж, полагая, что там вообще чисто, решил первыми пустить новичков. Те осторожно стали подниматься по широкому пролету, ведущему наверх. Старлей двигался следом страху и группу. Новички поднялись и остановились на краю лестницы. «Двигайтесь в буфет!» – распорядился Старлей, идущий следом. Группа послушно пошла туда, куда указал Старлей. Как и ожидалось, в буфете все открытые витрины оказались пустыми. Вокруг валялись, кроме обглоданных костей и черепов, обрывки всяких упаковок от продуктов. В единственной закрытой витрине, сделанной из прозрачного пластика, лежали позеленевшие от времени колбасы и серые копчености. Зато на полках сохранились бутылки с алкоголем и сигареты, закрытые специальными жалюзи. Рейдеры сбили навесные замки из деревянных ларей, стоящих рядом с прилавком. В сундуках они нашли шоколадные плитки, аккуратно сложенные в картонные коробки. Всевозможные конфеты в запаянных полиэтиленовых пакетах заводской фасовки. Чай разнообразных сортов фольгированной упаковки. Кофе в банках известных брендов. Несколько десятков мясных и рыбных консерв в фанерных лотках и десять больших пластиковых банок меда в форме медведей. Снизу послышался звук заведенного мотора и отъезжающей машины. Пропищала рация. «Илья, мы взяли газель», – доложил стрелок. «Скоро будем». «Мы тоже кое-чего нашли. Сейчас тоже будем загружаться». Илья выключил рацию. «Давайте, ребята, все выносим вниз. Алкоголь и сигареты грузим в пакеты. Они возле кассы висят». Очень быстро команда Старлея почти все перенесла, погрузив УАЗик. То, что не влезло, составили на асфальт. Дождь перестал моросить, зато усилился ветер. Вдалеке по трассе появилась машина «Японский внедорожник». Лейтенант отправил новичков за очередной партией алкоголя, а сам остался внизу, наблюдая за приближающимся автомобилем, держа на готове оружие. У Илюхи запищала рация. Он достал ее, включив на прием. «Я призрак», – послышался из динамика хриплый голос. «Мы с промзоны. Шелтер, это вы?» «Да, мы», – ответил Илья. «Старлейд, ты ли это?» «Да, я». «Здорово, брат. Есть что из хабара?» – прохрепел динамик. «Здорово. Мы уже все забрали, из еды не густо. Есть алкоголь, сигареты». «Поделитесь?» «Подъезжайте». «Старлейд выключил рацию, убрав чехол на поясе». Подкатил внедорожник, из него вылезло трое человек, двое обычного роста и телосложения, а вот третий просто медведь. Под два метра ростом широка плечи с большой головой. «Здорово, Старлей!» – проревел радостным басом здоровенный дядька, подходя к Илье и пожимая ему руку. «Как жизнь?» «Норма, с тобой Сыч и Кардан, что ли?» – спросил Старлей, сжав ручищу призрака. «Они самые!» «Здорово, Илья!» – поднял в приветствии руку Сыч. «Здорово, лейтенант!» – кивнул Кардан. «Привет, ребята! Сейчас мои вынесут то, зачем вы сюда завернули!» – улыбнулся Илюха. Сверху спустились четверо, у всех по два больших полиэтиленовых пакета, доверху заполненных бутылками и пачками сигарет. Замыкала процессию щуплая девчуля, постоянно останавливаясь, чтобы немного передохнуть. Никаких скидок на полый возраст в вылазках не было, в рейдах все на равных. «Ничего себе!» – присвистнул призрак. «Сколько даете?» «Забирайте четыре пакета!» – кивнул Старлей. «Вот это по-царски! Пацаны, примите товар!» Кардан сычем взяли у рейдеров пакет и унесли в машину. «Пусть еще пару банок меда возьмут!» – сказал Старлей. «Вон, в коробках стоят пластиковые упаковки в виде медведей!» «Ну, прям вообще благодарочка!» – пробасил призрак. «Сыч, Кардан! Возьмите пару банок, с нас причитается!» «Сочтемся!» – с улыбкой ответил Илья. «Конечно! У вас что, новая экипировка?» – поинтересовался призрак, глядя на новичков. «Да!» – с гордостью в голосе ответил Старлей. «У вас, я посмотрю, тоже изменения. Куртки более-менее одинаковые, на головах повязки синие. С вас пример берем, чтобы своих на вылазках отличать. Нам Кобра посоветовала! Здравая идея!» «А это что, шеврон, что ли?» – спросил Старлей, потянув рука в призрака к себе. «Ну-ка, ну-ка! Спартак?» – изумился Илья. «А чё?» – призрак отдернул руку назад. «Спартия на магазине больше ничего не нашли, зато забрались и шевроны. Больше ни у кого таких нет!» «Название своей базы придумали?» «Конечно! Пром-зона!» – гордо ответил призрак. «Да!» – протянул Старлей. «Креатив!» «А ты думал!» – сказал довольным тоном здоровяк. «Предлагаю назвать вашу базу «Спартак», и нашивки по делу будут!» «А чё, тема?» – произнес Дитина. Он глянул на наручные часы. «Ладно, бывайте! Дела не терпят отлагательств!» Призрак полез в машину, сел за руль, сказав при этом. «Кстати, в северном дачном массиве мародёры. Человек двадцать на пяти машинах. Мы их на выезде шоссе видели. За нами они не поехали. Наверное, решили, что мелкая добыча. Возможно, могут встретить вас на седьмой трассе». «А вы куда?» – поинтересовался Старлей. «Хотим смотаться в бывший совхоз «Заря». Там у них фермерские хозяйства. На их ремонтную базу заедем. Детали на трактор посмотреть. У нас бульдозер стал. Мы же на нём зомбов гоняем!» – ответил призрак и захлопнул дверь внедорожника. Зревел мотор. Машина медленно тронулась с места. Промзоновские салоны помахали руками. «Спасибо за инфу!» Илья махнул в ответ. «Удачи!» – крикнул в открытое окно призрак. «Вам тоже!» Подъехал грузовичок. Внедорожник посигналил знак приветствия. Побибикал и газель. «Где новенькие?» – спросил Марадона, вылезая из машины. Старлей покрутил головой. «Хер их знает! Вот, блин, герои! Полное нарушение правил! Ну, появится, я им по приезде в лагерь задам!» Кипятился Илья. «Из караулов вылезать не будут, и пусть забудут про рейды!» Вдруг на втором этаже аэровокзала протрещала очередь из автомата. Все находящиеся снаружи тут же без команды бросились в здание. Впереди бежал Старлей, держа на вскидку калаш. Он проскочил через разбитое стекло дверей и понёсся к лестничному маршу. Стрелок с Ником бежали следом. Внизу остались остальные. Илья застыл посередине лестницы, подняв руку, сжатую в кулак. Идущие за ним остановились. Старлей разжал руку и, повращав ей потихоньку, начал подниматься, держа на прицеле верхние ступеньки. Ребята остались на месте. Опять прогремела очередь. Илья, что из сил, рванул наверх. Узбежав на второй этаж, Старлей остановился с оружием на изготовку. Тут он обратил внимание на дверь, находящуюся за колонной в стороне от буфета. Она была приоткрыта. Старлей, крадучись, подошёл к ней. За ним также тихо подкрались ребята. Илья заглянул внутрь. То, что он увидел, повергло его в шок. В просторном помещении, среди рулонов обоев и скатанного линолеума, посередине комнаты стояли новички, прижавшись друг к другу. Выставив вперёд с собой стволы автоматов, вокруг них полулежали и сидели с полтора десятка собак. Судя по их виду, животные были крайне истощены. Сразу непонятно, заражены животные или нет. Одна из собак попыталась стать и подойти к новеньким, как тут же долговязый дал очередь над ней. Псина села обратно, заняв полулежачее положение. Старлей прикинул, что если он прицельным огнём начнёт палить сидячих, так как они, скорее всего, посильнее полулежащих, и пойдёт вперёд, то ребята сзади зайдут следом и добьют остальных собак. Он скинул автомат, пинком распахнул дверь и нажал на спуск. Грохот выстрелов разорвал образовавшуюся тишину, Илья пошёл вперёд, поливая псов короткими очередями. Пацаны, стоящие за ним, двинулись следом, тоже открыв огонь. «Не стойте!» – проорал Старлей новичкам. «Стреляйте!» Но те как будто вошли в ступор, и тут началось такое, что никто этого не ожидал. Собаки, получив ранение в бока, вдруг резко сорвались с места и кинулись на нестрелявших. Новички попытались отстреливаться, но было поздно. Звери с яростью кидались на людей, ломая своими челюстями их кости и раздирая плоть. Новенькие стали орать от боли, валясь на пол. «Заразные!» – крикнул стрелок. «Подходим!» «Хрен там!» – проорал Старлей. «Я этих тварей всех завалю!» Пацаны остались, поддерживая огнём Илью. Пули, попадавшие в тела заражённых собак, не причиняли вреда животным, только сбивали их с лап, при этом как бы придавая силы. Псы снова поднимались и нападали на уже совсем не сопротивлявшихся новичков. Некоторые собаки пытались накинуться на стрелявших, но тут же падали, больше не вставая, лишившись части черепа. Пули с такого расстояния просто разносили их головы. Через несколько минут всё было кончено. Ребята подошли к ещё живым новеньким, забрали оружие, предварительно проверив его на загрязнение слизью. «Какого хрена вы сюда полезли?» – с досадой в голосе спросил Илья, рассовывая по карманам автоматные магазины, который собрал с раненых, не могущих от полученных травм даже пошевелиться. «Мы решили проверить ещё одно помещение», – срывающимся голосом, тяжело дыша, ответил бухгалтер. «Пока вы разговаривали с приехавшими, мы пошли на второй этаж. Здесь была дверь, в которую мы не заходили, когда обследовали буфет». Бухгалтер перевёл дух. «Вот, к ней мы и пошли. Когда проникли в комнату, то кроме строительного материала ничего не увидели. Подошли к окнам посмотреть, что там снаружи. А когда повернулись, чтобы выйти, то увидели их». Он кивнул на валявшихся неподвижных животных. «Они были очень медлительны, не лаяли и не рычали на нас. Собаки вышли оттуда». Бухгалтер глазами показал в угол за спинами ребят. Старлей повернул голову и увидел ещё одну узкую, плоскую, почти незаметную дверь, сливавшуюся цветом со стеной. Он мотнул головой. Марадона и Ромеро тут же заглянули за неё. «Это склад», — сказал Лёха. «Тут стеллажи с краской, разгрызенные бумажные рулоны и растрёпанные кисти». «Понятно», — сказал Илья. «Выходит, собаки сидели на складе. Выйти и напасть на нас они не смогли, потому что обе двери открываются внутрь помещений. От голода псы ослабли и не могли поднять шум. Чуть позже появились наши новички, открыв дверь, создали сквозняк, который открыл вторую малозаметную дверь, где находились эти монстры. Полное нарушение правил. Не обследовав основательным визуальным образом помещение с порога, сразу заходить в него всем вместе». Старлей сжал кулак. «Откуда столько псов?» «Собаки, скорее всего, аэропортовские. Их здесь раньше много бегало. Чё-то щенков не видно», — сказал стрелок, осматривая животных. «Сожрали, наверное», — предположил Ромеро. «Что было дальше?» «Мы начали их подзывать», — продолжил бухгалтер. «А они просто расселись и разлеглись, глядя на нас белыми глазами. Я таких глаз у собак никогда не видел. Одна из них подошла и попыталась укусить за ногу девчонку. Она с перепугу выстрелила. Но собаки не разбежались, а остались на своих местах. Потом они ещё пытались напасть. Потом пришли вы». «Почему же они не напали сразу? И почему набросились потом, когда стали в них стрелять?» — спросил старлей, повернувшись к ребятам. «Почему сразу не бросились? Даже предположений нет. Может, от долгого голода у них меняется поведение?» — заключил Ромеро. «Насчёт ран. Профессор говорил, что травматические проникающие повреждения организма ускоряют у заражённых обмен веществ. Следовательно, собаки, получив ранение, почувствовали прилив сил и напали. «Интересное свойство. Ты почти сдох. В тебя ещё попали пули, и ты становишься сильнее, чем был?» — удивился Илья. «Так ведь это своего рода оружие», — ответил Володя. «Делалось-то для армии». «Мы умрём?» — спросила девушка. В её глазах застыл ужас. «Да», — жёстко ответил старлей. «Нас ещё есть немного времени. Мы сейчас не знаем, через сколько перерождается человек. Наш врач говорил, что болезнь мутирует, так что, как говорится, последнее желание». «Да бейте нас», — попросил долговязый. «Не хотим стать такими, как они», — добавил физрук. Илья вскинул автомат, постоял прицелившись и опустил ствол. «Не могу», — выдавило на себя, посмотрев на ребят. Те стояли, опустев головы. Такое с ними произошло впервые. Как добивать своих ещё нормальных? При этом раненых. Рейдеры даже такого представить не могли. И что они сделали? Они просто ушли, прикрыв за собой дверь, оставив за ней четверых истекающих кровью товарищей, лежащих на полу среди убитых собак-зомби. Ребята молча сели в машины и, заведя мотор, и дали по газам, выжимая всё из движков. По пути обратно, когда ехали мимо дачного массива, им на перерез по грунтовке понеслись три автомобиля. Из-за садовых домиков вынырнули ещё две машины, пристроившись сзади наших товарищей, догоняющие стали сигналить и моргать фарами. «Лёха, чё делать?» Задал исконно русский вопрос стрелок, вертя баранку. «Не знаю». Он достал рацию, включив на передачу, посмотрел зеркало заднего вида, за ними ехал и Хантер. За рулём сидел Ромеро, рядом у грюмой Старлей. Лёшка нажал кнопку вызова. «Приём!» Послышался голос Старлея. «Илья, приём! Чё делать будем? Нам не справиться с ними. Если запросим помощь, наши не успеют. Видите впереди съезд?» «Видим!» «Давайте по грунтовке к заводу, есть идея. Рация дальней связи у вас!» «Понял, что ты задумал!» Лёха открыл бардачок и достал РДС. «У нас! Иван рули на комбинат через поле!» Стрелок съехал с трассы, развернув грузовик в сторону завода. Марадона включил РДС, нажав кнопку вызова. «Б***ть!» Выругался и он. «Не дай бог, нет связи!» Тут что-то щёлкнуло, и в трубке послышался знакомый голос. «Ребята, я как знал, что вы выйдете на связь. Когда вы сказали, что поедете в РЭД, я решил рацию с собой носить. Что-то случилось?» «Да, Виктор Валерьевич, нас преследуют пять машин с не очень дружелюбно настроенными людьми. Нас ребята с промзоны предупредили, что в дачном массиве находятся мародёры, в общем, бандиты. Мы от них далеко не уйдём. Отечественные автомобили не очень скоростные. Пока мы едем по узкой грунтовке, они нас не смогут обогнать. Через минут десять мы будем проезжать кладбище и выйдем на широкую трассу. Там нам и придёт конец. Правда, оттуда до РМБ, где вы сейчас находитесь, рукой подать». «Ситуация понятна. Чем я могу помочь?» «Попросите ребят стэц, пусть огнём поддержат». «Хорошо. Я сейчас же переговорю с руководителем, так как он поддерживает с ними связь». Профессор отключился. «Что, если откажут?» спросил Стрелок. «Всё равно поедем, нам терять нечего. Так какая разница, от чего или кого погибать? Так хоть тем ублюдкам, которые у нас на хвосте, пусть тоже достанется». Запищала рация. «Давайте, ребята, для вас зелёный свет. Запрашивают, на чём двигаетесь». «Белая газель-фермер и чёрный уазик Хантер». «Понял», — ответил Виктор. «Сейчас передадим». Машины вылетели на трассу и стремились к комбинату. Хантер поравнялся с газелью. Сзади уже начинали догонять, продолжая сигналить. Послышались хлопки. «Суки!» — прокричал Стрелок, цепившись в руль. «Стрелять начали! Лёха, дай ответку!» Марадона поменял магазин, перезарядился, открыл окно и собрался уже высовываться, чтобы отстреливаться, когда увидел инверсионный след летящей небольшой ракеты, идущей со стороны завода. Прогремел взрыв. Он высунулся в окно и увидел, как идущую за ними машину буквально разорвало пополам. Из оторванных частей седана стали вываливаться люди. Они пытались зацепиться за края, но идущие юзом половины подминали их под себя, оставляя позади на асфальте красные дорожки. Сверху пролетела еще одна ракета, опять раздался взрыв. Было видно, что попали в лобовое, идущий следом машины. Внутри полыхнуло, крышу оторвало, подбросив вверх, одновременно вырвало все четыре двери, которые полетели в разные стороны вместе с фрагментами тел. Пошла третья ракета, опять взрыв, но Лехе уже не было видно, что там происходит из-за груды металлолома, образовавшимся на дороге. Коптящую черным дымом груду врезался горящий автомобиль, сдвигая искореженный металл на обочину. Стало видно, как идущие следом машины разворачиваются, чтобы удрать. Следом пошли сразу две ракеты. Один автомобиль подбросил и переворачивая на крышу, во второй пришелся удар в борт. Последовали взрывы, машины вспыхнули, и в пасмурное небо поднялись еще два столба черного дыма. «Че, твари?» заорал радостный Леха. «Получили!» запищала рация, Марадона включил на прием. «Живы?» послышался взволнованный голос Громова. «Да, спасибо, Виктор Валерьевич!» выпалил он. «Чем это вы их?» «Я не знаю», ответил профессор. «Ребята с ТЭЦ передали нам, чем смогли, помогли». «Спасибо им! От нас всех спасибо!» «Марадона, скажи про наших в аэропорту!» сказал стрелок, сбрасывая скорость и останавливая газель. Рядом остановился уазик. Лешка вопросительно посмотрел на Ивана. «Зачем?» «Ну, типа услуга за услугу. Пусть хоть науке послужат. Может, именно испытывая на них препараты, ученые найдут лекарства». «Виктор Валерьевич!» неуверенно начал Марадона. «У нас в рейде заразились четыре человека, одна из них девушка. Они сейчас находятся на втором этаже аэровокзала в помещении рядом с буфетом. Мы их там оставили». Леха немного помолчал. «Не смогли добить», тихо добавил он. «Может, они уже ушли оттуда?» засомневался ученый. «Нет, мы прикрыли дверь. Зомби не смогут выйти, если двери для них не открываются наружу». «Вот за это спасибо. Очень нужна информация. Сейчас же группа ловцов поедет за ними». «Как говорится, услуга за услугу». Мрачно произнес стрелок, держась за руль с такой силой, что ж костяшки пальцев побелели. «Вы сейчас домой?» «Да». «Доберитесь до дома нормально». «Постараемся». «Завтра по телефону связь с десять вечера. Договорились?» «Договорились». «До связи». «До связи». Марадона выключил рацию. «Ну чё, домой?» «Поехали», – ответил стрелок, заведя мотор и разворачивая машину. Следом повторил маневр Хантер. Вдалеке в небе появилась точка. Она стала увеличиваться, превратившись в большой вертолет. Это подлетала основная исследовательская группа. Глава седьмая. Сеанс общей связи. Вертолет, сделав неполный круг, приземлился на территории ремонтно-механической базы возле приземистого цеха. Прилетевших уже встречали стоящие около раскрытых цеховых ворот Дмитрий Сергеевич и Виктор. Остановились винты винтокрылой машины, опустилась аппарель, и по ней сошли 28 человек. Два прибывших руководителя подошли к ученым, приветствуя их. «Здравствуйте! Заждались?» Сказал пожилой лысоватый мужчина, пожимая руки встречавшим. «Приветствую, Виктор Николаевич. Заждались!» Ответил улыбающийся во весь рот Дмитрий Сергеевич, пожимая ему руку. «Здравствуйте, Лидия Михайловна!» Он слегка наклонил голову в знак приветствия. «Вы со своими дамами?» «Здрасте, здрасте!» Лидия Михайловна протянула руку, опустив кисть. «Конечно, я со своей усвитой!» Высокомерно ответила она. «Не ожидала вас здесь встретить, думала однофамилец. Надеюсь, у вас для нас, я имею в виду, женщин, все готово для проживания». «Конечно, конечно!» Дмитрий Сергеевич от неловкости покраснел, ведь Гришина была старшей сестрой его бывшей студенческой подруги. Дроздов до сих пор побаивался эту женщину, имеющую властный независимый характер. Он пожал кончики пальцев Лидии Михайловны и слегка заикаясь сказал «Все в лучшем виде, все устроим». «У вас здесь что, боевые действия?» – поинтересовался Симакин. «Прямо на дороге несколько горящих машин. При подлете, когда наши пилоты делали запрос на посадку, их попросили уйти на вираж. Выполняя маневры, мы видели взрывы. На вопросы, что это было, летчикам ответили защиту периметра. Неужели здесь настолько жарко?» «Не извольте беспокоиться, все в рамках обеспечения безопасности», – уклончиво ответил профессор. «Тогда принимайте пополнение». Виктор Николаевич отошел в сторону, встав возле входа в цех. Напротив него встала Лидия Михайловна. Рядом с ними построились их подчиненные. Возле прибывшего академика встали 12 человек из закрытой лаборатории, а также четверо из госпиталя военной хирургии и еще два очкарика. Около профессорши встали две девушки и четыре парня. Еще одна девчуля заметалась, куда бы ей примкнуть. «Девушка, вы чего мечетесь?» – поинтересовался Дроздов. «Я... я... не знаю, я не вхожу в состав ученых». «Кто же вы?» «Я секретарь-референт, буду работать с текущей документацией». «Такая молодая», – удивился Дмитрий Сергеевич. «Я закончила специальные курсы при Академии физиологических проблем мозга. Меня отобрали для изучения моих способностей». «И какие у вас способности?» «Моя память. Я умею оперировать большим массивом данных, удерживая все в голове». «Гражданская?» «В смысле?» «Нет военного образования?» «Нет». «Вас как зовут?» «Вера». «Встаньте в строй к Лидии Михайловне». Сказал Дроздов, а сам подумал. «Беда с этими штатскими. Никакой дисциплины». Девушка послушно стала рядом с подчиненными Гришиной. «Случайных людей сюда не пришлют», – сказал Семакин. «Кстати, кроме работников в закрытой лаборатории, в моей шеренге стоят четыре хирурга и два айти-техника. Формально они в моем подчинении». «Представьтесь, пожалуйста», – попросил Дроздов. Из ряда вышел человек. «Старший клиника патологоанатомической бригады Вишин Анатолий Павлович. Нас четверо, все по образованию военные хирурги». Представился он и встал в строй. Из шеренги вышел очкастый гражданин. «Я и мой коллега – техники-электронщики широкого профиля, но основная специальность связь. Являюсь старшим нашей двойки, отвечаю за выполняемую нами работу. Зовут меня Коршунов Владимир Иванович». Представился он и встал обратно. В вертолете послышались звуки перемещения тяжелых предметов и поопарели вниз, ехали две тележки под управлением грузчиков. Загруженные большими деревянными ящиками, следом вышли еще два носильщика, неся картонные коробки. Все это хозяйство они поставили и сложили на асфальт около входа в лабораторный комплекс. «Много еще?» – поинтересовался Семакин у грузчиков. «Еще несколько ходок», – ответил рабочий и удалился со своими коллегами в недра вертолета. «Что это?» – спросил Дроздов, указывая на деревянные контейнеры. «Две новые центрифуги, обе с увеличенными оборотами». «Отлично», – сказал довольным голосом Дмитрий Сергеевич. «А в коробках что?» «Реактивы, химические составляющие, провизия, корм для зараженных». «Вы же просили, правда его еще не выгрузили», – произнесла Лидия Михайловна. «Да, да», – закивал Дмитрий Сергеевич. «Как раз то, что нужно». «Еще оборудование для проведения видеоконференций», – дополнил академик. «Видеоконференции?» – переспросил профессор. «Да, сегодня первое. Мы должны отчитаться о прибытии. Мобильные лаборатории через наш терминал, который мы здесь установим, доложат свои итоги о проделанной работе. Связь будет осуществляться сразу со всеми подразделениями, находящимися в зоне заражения». «Нас пока в зоне только три, два моп-лаба и мы научный центр. Или еще есть?» – поинтересовался Виктор. «Пока только три», – ответил ему Симакин. «В мобильных лабораториях есть все для связи со штабом и друг с другом. Не было только у вас. Сегодня техники подключат оборудование, и вечером проведем первый сеанс общей связи». Опять вышли грузчики с коробками. Они аккуратно донесли их до сложенной кучи, осторожно поставив рядом. «Вот и оборудование», – сказал Симакин. «Что там осталось?» – поинтересовался он у носильщиков. «Осталась станция связи, провизия в коробках и мешки с собачьим кормом», – ответил грузчик. Рабочие ушли за следующей партией груза. «Как осуществляется связь?» – поинтересовался Дроздов. «Через спутник, картинка, правда, будет не очень четкая, сдержки шифрования данных при передаче. Дмитрий». Пожилой академик снисходительно посмотрел на своего более молодого коллегу. «Вам придется немного подучиться работать с нашей связью. Вы, как руководитель, обязаны в случае надобности самостоятельно настроить аппаратуру». Дроздов на это только тяжко вздохнул, кивнув знак согласия. «У вас специальные люди для разгрузки?» – спросил он, уходя от темы спутниковой связи. «Ведь Симакин очень любил вдаваться в тематические рассуждения, дай только повод». «Выделили четверых, они улетят вместе с вертолетом», – ответил Виктор Николаевич. «Дмитрий, куда что привезли складывать?» «Сейчас покажу. Виктор, а ты проводи прибывших места их проживания». «Дядь Дим может сначала отправить ловцов в аэропорт заинфицированными?» – спросил Виктор. «Ты лучше сейчас займись расселением», – строго произнес профессор. «Я сам отдам распоряжение по поводу аэродрома». Вечером состоялась запланированная видеоконференция. В столовой повесили экран, по бокам поставили два стула, на которые водрузили небольшие колонки. Включили проектор, подсоединенный через ноутбук спутниковой станции. Появилась картинка в режиме разделенного экрана на трисмежные части. Две вверху и одна снизу. Все части имели метки. В верхней левой отобразился зал с двойным столом, за которым сидело много человек. Снизу высветилась метка «Штаб». В правой верхней появился руководитель первой лаборатории Селезнева Наталья Игоревна и обозначение «ЛАП-1». Внизу возник мужчина в маске и белом лабораторном халате и пометкой «ЛАП-2». Первыми заговорили и штаба. Речь держал самый главный – Шпагин Геннадий Юрьевич. Рад приветствовать всю исследовательскую группу, работающую непосредственно в закрытой зоне карантина. В данный момент задействованы все подразделения этой группы с разными функциями. Сейчас мы выслушаем отчеты от каждой команды и составим план дальнейших действий. Первыми докладываете вы, Центр. Дмитрий Сергеевич пододвинул поближе микрофон. «Мы на сегодняшний день провели незапланированный опыт». «Представьтесь, пожалуйста», – попросил начальник штаба. «Дроздов Дмитрий Сергеевич, руководитель исследовательского центра. Мы на сегодня провели незапланированный опыт, испытали блокиратор. Время задержки агрессии и полного подчинения чуть больше часа, точнее определить невозможно. Также я модифицировал одну дозу новой формулы. Ее испытания из-за возникших проблем с прибытием новых людей перенесли на завтра. Еще провели тесты на то, что у зараженных условно считается кровью. «Сделали полное МРТ зараженного, но пока какие-то выводы делать рано». «Оперативно. Так держать. Время сейчас работает против нас. Быстрое выполнение заданий и проведение экспериментов ускорит получение необходимого препарата. Так сейчас необходимого для остановки распространения заражения, пока оно не переросло в масштабную эпидемию. Теперь первая лаборатория. Вы занимаетесь мониторингом поведения зараженных в естественной среде. Что у вас?» Отвечу я, Селезнева Наталья Игоревна, заведующая Первой мобильной лабораторией. Для наблюдений за инфицированными у нас задействовано два дрона плюс спутниковое наблюдение. В течение двух месяцев, применяя виртуальные маркерные метки, нам удалось насчитать примерно 40 тысяч зараженных. «Это только те, кто находится вне зданий. По нашим предположениям, в домах могут находиться от 10 до 20 тысяч зараженных. Животных и птиц мы не маркировали, возможно, они не заражены. И еще...» Наталья на секунду замолчала. «Последнюю неделю больные стали собираться вместе. На данный момент есть три небольших группы в разных местах в пределах городской черты. Одна группа на юго-западе около промзоны, вторая почти в центре города на площади, и третья на юго-востоке. Вот фотографии. Как видите, самое многочисленное находится около промзоны. Сейчас там примерно 200 больных, и, что интересно, к ним постоянно присоединяются остальные. Другие скопления поменьше. Вот видео в записи с дронов промышленной зоны». Съемка велась с небольшой высоты. На экране появились индустриальные постройки, среди которых небольшая толпа бешеных. В изодранной одежде, грязные как бродяги заостренными чертами серых лиц, они медленно двигались по кругу, как в хороводе. К ним за короткое время просмотра видео присоединилось еще двое инфицированных, поменялся кадр, показывая городскую площадь. На ней толпа была поменьше, но к группе за такое же время просмотра присоединилось пять зараженных. Появилась третья локация, группа бродила по полю и была еще меньше, но к ней чуть ли не каждую минуту присоединялись новые бешеные. «На последнем видео юго-западное скопление», – прокомментировала Селезнева. «По часам и календарю видно, что это было два дня назад вечером. Теперь онлайн-видео». Моргнул экран. На всех локациях скопления увеличились. В промзоне примерно на четверть, на площади наполовину. Самая большая группа была юго-западной. Участники конференции ясно увидели в толпе зараженных собаку с ободранным боком. Она также медленно двигалась рядом с людьми, понурив голову. «Видите животное?» – поинтересовался Шпагин. «Это, похоже, не пес, а волк. Вывод, зараженные звери каким-то образом взаимодействуют с людьми. Наталья Игоревна, мне кажется, или они действительно целенаправленно идут по кругу?» «Нет, не кажется, Геннадий Юрьевич», – ответила Селезнева. «Они идут против часовой стрелки, остальные группы также двигаются». «По вращению Земли», – заметил Семакин. «Может, в этом есть какой-то смысл, подсказка?» «Интересное наблюдение», – заметил Шпагин. «Присутствует какое-то подобие коллективного взаимодействия между разными видами. Мы обязательно дадим задание нашим аналитическим отделам изучить этот феномен». «И если вдруг мутация подвигнет их к разумным действиям…» Дмитрий Сергеевич замолчал на половине фразы. «То теория Дарвина подтвердится», – ответил Геннадий Юрьевич. «Разновидовое высшее звено в пищевой цепочке. Это что-то запредельное. Тогда нам против них будет очень сложно выстоять. Срочно разрабатывайте улучшенный блокиратор. Работайте круглосуточно. Все, что нужно, специалисты, материалы, оборудование – все предоставим». «Сделаем все, что в наших силах и даже больше», – ответил Семакин. «Почему же нельзя просто всех взять и уничтожить ядерным взрывом?» «Ядерный удар, вероятнее всего, не уничтожит всех зараженных», – ответил Шпагин. «Радиоактивные инфицированные, по расчетам наших ученых, представляют еще большую опасность, и пока на Совете решили от радикальных мер воздержаться. Хотели проводить наземную войсковую операцию, но на данный момент ее отложили. «Есть смысл поработать научным группам в зоне заражения и побольше узнать об этом, с позволения сказать, заболеваний». «И вот еще что», – просочилась информация, что в Китае тоже произошла вспышка бешенства. «Там все секретно, поэтому мы точно не знаем, связано это как-то с нашим случаем или нет. Если да, то ситуация очень плохая. Но мы отвлеклись от докладов, что во второй лаборатории вы работаете на вскрытиях». «Отчет буду давать я, руководитель второй мобильной лаборатории Антонов Валерий Юрьевич». Начал мужчина в медицинской маске на лице, одетый в лабораторный халат. «Я только что со вскрытием. Мы применили инновационные комбинированные хирургические инструменты, и нам кое-что удалось, правда, только на мышах. Для вскрытия человека нужен новый препарат. Мы хотим попросить хотя бы четыре ампулы. Центр, дадите?» «Все, что у нас осталось после первого незапланированного опыта – три штатных дозы и одна улучшенного препарата. «Завтра, после проведения эксперимента, если наши наработки подтвердятся, мы сразу же синтезируем еще дозы новой формулы. Но готовы они будут не раньше пятницы, а это через два дня. Тогда, пожалуйста». «Объявите, когда будут готовы. Мы пришлем дрон», – сказал Антонов. «Наталья Игоревна, дрон одолжите». «Хорошо», – ответила Селезнева. «Второй мобильной лаборатории на Совете решено дать еще одно задание», – сказал Шпагин. «Начинать работать над способами массового внедрения в организмы зараженных препарата, проработать варианты, например, аэрозольное облако, состоящее из малых частичек блокиратора. Выбрать рабочие идеи и передать задание на выполнение в Центр. Возможно, мы вообще обойдемся без военного вмешательства и сможем победить эту заразу. Теперь план действий. С завтрашнего дня Центр займется улучшением и испытанием новых формул блокиратора. Через пять дней нужен препарат, останавливающий или замедляющий инфицированных на длительное время. Вторая лаборатория, как я уже говорил, начнет работать над способами массового внедрения в организмы зараженных. Первая продолжит мониторинг. Наблюдения за скоплениями проводить круглосуточно. О любых крупных изменениях докладывать штаб по прямой линии. Вопросы? Геннадий Юрьевич, пять дней нереальный срок. Сколько потребуется времени? Минимум две недели. Хорошо. Постарайтесь уложиться побыстрее. Постараемся. Еще вопросы? Нам нужны повара и уборщики. Продолжил Дроздов. Заниматься бытовыми проблемами своими силами, не отвлекаясь от основной работы, будет проблематично. Этот вопрос прорабатывался еще до отправки ученых в закрытую зону. По регламенту, сначала должен был вылететь обслуживающий персонал для подготовки центра к условиям проживания. Но в связи со вспышкой заболевания в карантинном поясе, все переиграли и первыми отправили вас, научных сотрудников. Послезавтра к вам вылетает борт с нормальными продуктами питания, поварами, уборщиками, двумя сантехниками и электриками. Также с ними будет инженер-строитель по промышленным объектам. Вы сообщали в штаб, что у вас проблемы с водой. В варочном цехе, примыкающем к столовой, некоторое оборудование не подключено. Да, не подключены котлы и духовые шкафы, подведены к питанию только вентиляции и промышленное СВЧ. На водоразделе башня пустая, а та вода, что в резервных баках, годится только для очень специфических технических нужд. Водяные фильтры не подключены, так же, как и водонасосы. Воды, которую завезли, едва хватает для потребления. И этой проблемой займется электрик-сантехниками. Об неисправностях сразу докладывать. Мы примем меры. Что еще? Здесь из военных только четыре ловца. Возникает вопрос, когда они будут на задании, то есть отсутствовать. А на центр совершится нападение враждебно настроенной группы или начнет подходить скопление зараженных. Что делать? Ведь у нас, ученых, нет оружия, да и бойцы из нас неважны, хотя мы тоже являемся военными. По вопросам защиты, можете обращаться к ребятам СТЭЦ, отряду скорпионов, удерживающему объект. Они нам сегодня уже докладывали, что применили пять ракет и скинули фотоматериалы, где на дороге стояли подбитые автомобили, объяснив применение оружия попыткой захвата центра. После этого инцидента мы сегодня же решили включить группу инженера-строителя. Он будет следить за эксплуатацией веренного вам объекта. Также инженеры могут привлекать ребята СТЭЦ. Но как он к ним доберется? Здесь нет дорог, ведущих напрямую к электростанции. На этот случай у скорпионов есть легкий двухместный вертолет, оснащенный дополнительно пусковой подвесной установкой и комплексом фото-видеофиксации, который они сегодня успешно применили. Кстати, почему сразу не доложили о запросе у них помощи? Простите, закрутился по работе. Решил, что доложу при сеансе связи. Исправлюсь. Будем надеяться. Еще есть вопросы? Дроздов оглядел присутствие уши. Нет, ответил он. Видеоконференцию считаю закрытой. Потух экран, люди стали расходиться. К Дмитрию Сергеевичу подошел Виктор. Дядь Дима, я вот что подумал. Скоплений зараженных три и наших подразделений тоже три. Они все почти по нашим направлениям. Вы не находите это странным? Нет, Витя, не нахожу. Мы по их направлениям будем, если они пойдут именно на нас. А это маловероятно, потому что направлений у них самих много, если зараженные вообще пойдут куда-либо. Пойдем, лучшие реактивы и химические препараты к завтрашнему дню подготовим. Завтра первый полный эксперимент. Задействуем всех четверых недавно привезенных зараженных. Того, которого испытывали первым, пойдет по отдельной программе. Дроздов с Виктором уже собрались уходить, но тут к ним подошелся Макин. «Дмитрий Сергеевич и Виктор Валерьевич, куда это вы собрались?» – спросил он, преградив им путь своим немаленьким животом. «Готовиться к завтрашнему дню», – ответил профессор. «Подготовить журналы проведения опытов, препараты». «Нет-нет», – запротестовал академик. «Вы нам должны показать все помещения, которые будут завтра задействованы». «Так ведь уже показывали». «Еще раз! Мы же не расписали маршруты. Виталий!» Позвал он молодого человека, который стоял возле висящего экрана, и что-то записывал в бумажный лист, закрепленный зажимом на планшетке. «Подойди к нам». Парень подошел. «Сегодня ты уже проходил с нами маршрут, но у нас не было с собой плана помещений, и я попросил тебя распечатать несколько схем расположения боксов и модулей центра. Так что, выполнил? Карты центра с собой?» «Да, здесь». Парень поднял планшетку и перелистнул несколько страниц, показывая чертежи плана исследовательского центра. Владимир Николаевич бросил взгляд на схемы. «Хорошо. Сейчас снова пойдешь с нами и будешь размечать маршруты передвижений. Для каждого подопытного свой. Цветные маркеры есть?» «Конечно, они всегда у меня с собой. Как обозначать испытуемых?» «Отро первая серия экспериментов всем научным составом. Для опытов потребуется сделать дополнительные дозы штатного препарата и время для отстаивания в холодной среде. У нас сейчас в наличии три дозы штатного белерофонта и одна улучшенного, который мы завтра испытаем». «Белерофонта?» Удивился Виктор Николаевич. «Белерофонт — это тип, который убил химеру, и вы назвали препарат его именем?» Дроздов согласно кивнул. «Но это не официальное номинование», — оправился он. «А что, название блокиратора соответствует поставленной задаче», — произнес Семакин. «Я предлагаю закрепить его документально. С завтрашнего дня по всем документам проводим препарат под этим названием». «Значит, вам нужно время для изготовления? Сколько его потребуется? И сколько доз хотите изготовить?» «Предлагаю сделать 12 доз. На все максимум час, если, конечно, дадите помощников». «Вы же руководитель проекта. Берите, кого посчитаете нужным». Через час начальники подразделения начали обход с прокладкой маршрутов. «Начнем с бокса номер один», — сказал Дмитрий Сергеевич. «Как вы помните, у нас там стоят пять клеток, заключенными в них зараженными. Четверых наши ловцы сегодня привезли. Центральные клетки...» Центральные клетки находятся подопытные, на котором мы вчера провели испытание штатной вакцины. И на нем, заметьте, Владимир Николаевич, мы завтра опробуем улучшенный препарат. «То есть завтра мы его трогать не будем, только вакцинировать. Проследим, сколько времени будет действовать блокиратор на уже привитого три раза штатным препаратом. Вместе с привезенными у нас сейчас пять зараженных. Получается, что все испытательные ячейки заняты. Одна из зараженных женщина, она в пятой клетке». «Виталий, отметь, пожалуйста, на схеме пятую ячейку буквой «Ж» и цифрой «5» синим маркером». Распорядился Владимир Николаевич. «Отметил?» Виталий кивнул. «Отлично. Так, теперь отметь третью клетку буквой «М» и цифрой «1». Здесь пусть будет желтый. Это у нас, если так можно выразиться, первый реципиент». «Да», – протянулся Макин, – «действительно нужно им придумать какие-то имена. Цвета и бук с цифрами недостаточно, иначе у нас получится путаница». «Владимир Николаевич, вы же знаете, что подопытным нельзя давать имена по этическим соображениям», – произнес Дроздов. «И чем вам не нравится цвето-цифробуквенная кодировка? Ведь здесь инфицированных будет не тысячи». «Знаю, Дмитрий про имена, конечно, знаю. Решим в рабочем порядке. Пойдемте уже в первый бокс». Они ходили четыре раза, продвигаясь по маршруту вывода больных из бокса и проведения мероприятий с ними. Засекали время перемещения, время процедур, если можно так назвать, опыты над бешеными. Все это отмечали на картах схема. Нужно было уложиться в 55 минут с каждым, чтобы вернуть подопытных обратно в клетки, но по продолжительности маршрутов выходило, что зараженным требовалось водить по второй дозе. Третий маршрут был самый длинный. После МРТ инфицированного нужно было провести в четвертый бокс для дальнейших испытаний. Бокс номер четыре или ГКСВФ, что расшифровывалось как газовая камера с вытяжным фильтром. Специальное глухое помещение, лишенное окон с сильной вытяжкой, идущей через многоступенчатый задерживающий фильтр, имело один герметичный вход. Камера предназначалась для испытаний отравляющими газами на зараженных. Благодаря такой специфике в небольшом сообществе ученых ГКСВФ тут же получило название «освенцем». После проведения мероприятия в камере бешеного, если он оставался живым, нужно было доставить обратно в первый бокс, но перед этим требовалась полная дезактивация больного с повторным вводом в него препарата. Тут уже подключали ловцов. Те должны были войти в модули, естественно в костюмах химической защиты, и применить пневмопистолет, чтобы опять починить зараженного. После чего прямо там произвести дегазацию. Тут руководители, репетируя маршрут, проводились долго. Лишь поздно вечером разошлись по своим лабораториям подготавливать их к завтрашнему дню.